Бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание, проверка на гибкость. Обязательные нормативы, которые должен сдать каждый участник. Затем дисциплины на выбор. Например, прыжки в длину с разбега или с места. Есть даже туристический поход. Организаторы говорят, что многие жители города-курорта выбирают плавание и стрельбу. Всего 11 возрастных ступеней. Самым младшим участникам 6 лет. Активность очень высокая. Много желающих. Подходят даже те, кто не участвует, но в будущем собираются приступить к тестированию по нормативам ГТО. Они подходят, интересуются. Я не ожидала, что будет у нас выступать 10-11 ступень. Все-таки это возраст участников 70 лет и старше. Но они у нас пришли и показывают хорошие результаты. Меня это очень радует. Николаю 44 года. Он входит в 8-ю возрастную группу из 11-ти. В прошлом году золотые значки получили его сын и дочь. Теперь он решил попробовать сам. Считает, что выступил неплохо. Сам он тренер по шахматам. Говорит, что физическая форма для шахматиста – важная составляющая. Если идет турнир 4 часа, до 6 часов затягивается, он должен высидеть, не сгорбиться. Если физическим не занимается, ни один спортсмен, можно сказать, не едет на Россию, он не проходит туда, потому что усидчивости не хватает. И вот это силы воли. Фактически, это победа над собой. Будет значок золотым, серебряным или бронзовым, зависит от количества испытаний и результата. Организаторы отмечают неплохую спортивную форму анапчан. Самых активных поощрят специальными подарками.